Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня мы с вами продолжаем знакомиться с Пермским театром в студии Екатерина Орлова. Михаил Кириллов, а еще у нас в гостях Ирина Максимкина, заслуженная артистка Российской Федерации, ведущая актриса Пермского академического театра. Здравствуйте! Здравствуйте! Итак, гастроли у нас отгремели. В каких спектаклях вы участвовали? Что показывали новосибирской публике? Я участвовала в спектакле «Карлик нос», мюзикл наш, для всей семьи мы его называем, и «Восемь женщин», тоже мюзикл. Вы играли все восемь? Нет, одну из, Луизу. Расскажите немного вот об этой постановке, что там за сюжет, что происходит, что делают эти восемь женщин? По французской пьесе, хулиганская такая история, редкая на театре, где есть место женщинам, так вот, да, сразу восьми. Ну, у нас получилось достаточно симпатично, потому что финал не такой драматичный, как первоисточник. Мы хулиганим, ходим в красивых платьях, поем, я играю на гитаре, ну, и еще моя дочка играет. То есть тут тоже семейный спектакль получается такой. Так получается иногда, да, но она уже МХАТ закончила. Нет, третий курс. Так, и уже играть, Саня. Идет к успешному окончанию МХАТа. Вы заставили ее идти в театральную линию? Нет, очень смешно получилось. Сначала у нас ее просили, а можно вот там ребеночек нужен, там еще что-то, потом просто предложили роль когда-то. Мы мало, опять же, участвовали что-то, советовали, занимались, нет-нет-нет. Потом ребенок в какой-то момент сказал, все, хватит, я привит от театра, больше не хочу этим заниматься. Мы вздохнули, а потом хоп, на тебе вот. Она уже сама готовится, нашла себе педагога и поступила. Ну, смотрите, вот обычно в таких вот театральных династиях бывают разные отношения к профессии. Некоторые родители актеры категорически против, чтобы дети продолжали профессию, некоторые, наоборот, пинками просто толкают. У вас какая позиция? Ну, у нас мнения разделились, да, у нас интересная такая семья. И папа всегда считает, что нужно, чтобы дети были счастливы, занимались тем, чем хотят. Я, конечно, понимаю, что профессия не очень простая, и что очень много зависит от случая, удачи, ну, многого стечения обстоятельств должны быть тоже. Я была против, отговаривала, я говорю, ты умная девочка. А в театре что, глупые? Нет, просто действительно, если у тебя есть предрасположенность и разные увлечения, нет, не обязательно идти туда, где ты все знаешь, ну, или много знаешь и много видел с детства, это не единственный путь. Хотя заманчиво, и кажется, что это просто. Не, ну, конечно, ребенок видит, мама, успешная актриса, значит, не пускает меня в профессию. Это как вообще, как верить таким аргументам? Ну, это в том смысле, что да, дай ребенку возможность, пусть он попробует это, да. И дальше, может быть, ты ошибаешься. А у вас как получилось? У вас был выбор? Да, у меня был выбор, и мама мне предлагала одно направление. Какое? Педагогику, филологию, но мне это было не очень близко, хотя интересно, я честно ходила, всякие курсы, как многие, но поскольку я танцевала с детства и была на сцене, мне было, грубо говоря, понятно взаимоотношение, вот самоустройство такой публичности, я хорошо себя чувствовала на сцене, и у меня не было вообще даже сомнений никаких, что я поступлю. Ну, то есть вы просто пошли, и все, родители перед фактом. С первого раза все хорошо. Ну, не то, что перед фактом, театральные вузы, огромное количество очень абитуриентов, большой конкурс, и там начинается гораздо раньше прослушивание, а потом экзамены уже параллельно с другими вузами, поэтому я сказала, мам, ну, смотри, я только попробую, вот, если не поступлю, тогда, конечно, вот уже туда. Ну, в общем, получилось так. Настройку. И вот сейчас вы актриса Пермского театра, мы уже пообщались с вашим начальством, ничего нам не рассказали, секреты не раскрыли, а как в итоге обстановка складывается в Пермском театре? Да, то есть вы здесь-то как бы встречаетесь или где-то на людях вы все обнимаетесь, там, грубите друг друга. В итоге как все сложилось? Как за кулисами, да, когда никто не видит. Ну, честно говоря, так же. Ну, дружелюбная обстановка. Ну, мне повезло, наверное, я опять же говорю, я всех предостерегаю, потому что, конечно, есть какой-то фасад, да, и обратная сторона. И, ну, мне кажется, в любой профессии так. То есть ты за что-то это любишь, идешь, но если у тебя нет сильного желания, да, и понимания, ты не справишься, потому что везде будут трудности. И недавно у нас был день, кстати, открытых дверей, то есть мы это называли по-разному, когда-то ночи-ночи, когда-то вот ночь открытых дверей. И был даже такой фан, было разрешено зрителям заходить в гримерки. И было выпито огромное количество воды, чая, там, всего, мы разговаривали, общались со зрителями, которые приходили, что-то спрашивали тоже. Семьи приходили, с детьми, вот, родители, и спрашивали, как вот лучше, что так интересно. Кто-то просто так заходил, ну, вот, а что это такое тут у вас? Вы оборачиваетесь, а там мужчина примеряет ваше платье концертное. Ну, нет, слава богу, это было в другой стороне. Просто вот это очень сближает, это подкупает, потому что есть, по большей части, конечно, ну, люди хорошо устроены, в целом задуманы, да, то есть они делятся радостью, но бывает и другие, вот, которые могут сказать, а почему вот, собственно. Ну, вот смотрите, вот. Чем недовольны? Вы все-таки сказали, что... Репертуаром не знаю. А, репертуар, так, а что бы вы изменили? Нет, не я, не я, а зрители. А, проходящие люди, которые... Проходящие, о, какие они. Ну, например. Ну, смотрите, вот вы сказали, что бывает отговаривают от актерской профессии своих детей, знакомых, а какие все-таки есть сложности, трудности в актерской профессии, вот, с которыми вы не советуете сталкиваться людям, поэтому их отговариваете? Что же там такое страшное может быть? Ну, это критика, конечно. Во-первых, в процессе, да, для того, чтобы сделать то, что задумано, ну, режиссером, да, в главной степени, ты должен так себя вот туда уложить, да, во все эти пожелания, так скажем, мягко, да, что много от чего нужно отказываться. И поэтому я и говорю, это нужно очень любить, вот, чтобы со всем согласиться, а где-то, конечно, можно не согласиться, но сделать по-своему. Да, и это тоже очень ценно, потому что, ну, при хорошем диалоге с автором, то есть это действительно работает и двигает, да, лучше. Ну, вот, ладно, со стороны своих, да, но когда зрители еще там, знаете, а вы вот там то-то-то или там так-то-так-то. Какой отцов, смотри, что дают. Конечно, тяжелее, ну, я, опять же, не сталкивалась, да, но бывают же и такие люди недовольные, правда, почему нет? А из-за того, что публичная профессия, кажется, что ты можешь вот так себя повести. А попробуй настройки, скажи, что ты мне так кирпич кладешь, как она реагирует, да? Но как все-таки уместить в себе чуткую душу актера и железнобетонную защиту от критики? Как это совмещать? Вы уже переживаете из-за критики? Я... Или у вас, ваш адрес ее нет? Так и скажем? Нет, нет. Не говорите, если так есть? Не стесняйтесь? Нет. Вы знаете, вообще критика – это продуктивная история, да, то есть, если ты правильно настроен, то созидая, опять же, да, если это, ну, ненарочно делается, будет только лучше. Поэтому, ну, вот нас учат, да, в театральных вузах не бояться, хотеть, чтобы тебя поправили, да, потому что это тебе может казаться изнутри, что ты прав, что вот ты прекрасен, вот, а человеку со стороны, грамотному человеку, режиссеру тем более, да, ему виднее. И поэтому надо учиться это любить, вот. А как критикуют режиссеры? Они стараются все-таки не задевать чувства? Или бывает, что они напрямую «так, ты дурак, ты вот так». Бывают разные, кто-то сознательно… Возьмем абстрагированного режиссера, например, Владимир Гурфинкин. Ну, просто из головы как-то. Абстрактный пермский театр, ничего серьезного. Ну, говорим мы об этом, наверное, после информационного блока. Хорошо. Друзья, мы продолжаем наш разговор, напоминаю, что мы по-прежнему знакомимся с пермским театром. Как складывается работа у вас в коллективе именно с главным режиссером? Какие подходы он к вам находит? Как настраивает на роли? Главный режиссер очень, ну, кроме образования, конечно, очень интересный человек. Мне посчастливилось, я не знаю, насколько я любимчик, но мне всегда достается и роль отличная, и дети со мной рядом играют опять же. Вот у вас вся семья. Что там у вас, какое-то помовство процветает. У вас муж, получается, художественный руководитель. Там все схвачено. Дети трое детей. Хорошо устроилось. Вот секрет актерской профессии. Ну, конечно, он только не в этом. Почему вы оказались у него в числе любимчиков? Как это получается? Как это сделать? Не знаю, спасибо маме, папе и богу за характер, может быть. Я, ну, не конфликтный вообще человек. Артисты же разные. Ну, так, собственно, и все люди разные бывают. Кто-то вспыльчивый, кто-то потерпит, потом пойдет поплачет. Но в целом вот... Вы сговорчивая. Да. Потерпит, поплачет, да про меня, конечно. Да, Мишку тут в коллективе бьют. Вот он хочет узнать секреты. Как все-таки найти подход к творческому режиссеру? Ну, лично я просто... Мне интересно все-таки. Вот как... Что именно хочет режиссер, да? И максимально вот услышать, да, и попробовать это воплотить. Потому что понятно, что ты все равно с собой играешь, и какое-то высказывание личное от тебя получится, да? Но максимально сделать то, что хочет режиссер, это круто. Потому что, на самом деле, они тоже несчастные люди, потому что у них во голове одно, а получается по факту вообще другое. Актеры играют третье. Они ничего уже не могут сделать. Вы там на сцене уже все. Он не стащит никого за сцену уже, и не скажет, остановите, это все не так, как я хотел. А что делать? А как он с вами вообще общается? То есть вот, например, Владимир, да, был у нас в гостях, я ничего не понял. Он общается таким же языком непонятным, каким-то таким красивым, большим количеством непонятных слов. Миша просто услышал впервые интеллигентную речь, он тает до сих пор, он в шоке. Да. Владимир Львович живет иногда в Питере. Мы когда были... А, вот он понахватался-то откуда всего это, всей этой красоты. Мы были на фестивале театральном, и главный режиссер позвал нас в гости. Мы были на фестивале комедии. Это было очень интересно и красиво. Он рассказывал, кто вокруг живет, кого он через мойку, значит, видит, с кем в магазинах встречается. Но в процессе, в репетиционном, в работе, это человек, во-первых, не скучный. То есть его интересно слушать, да, и хочется соответствовать уровню, почитать то, что он там обмолвился чем-то или посоветовал. Я в последнем спектакле Владимира Львовича играла вместе с дочкой. Мы играли поминальную молитву, и семья главного героя, семья Теви, имеет несколько дочерей. Вот я играла уже одну из старших, а дочь младшая. Ну, это у меня частенько на театре случается, кого играешь, я говорю, сестру своей дочери. Ну, вот фактура, опять же, такая. Это тоже, кстати, одна из сложностей профессии. То есть если ты мало снимаешься, на экране один образ, да, все-таки, и, ну, ракурс можно выбрать, то на сцене ты, в общем, никуда не денешься. И фактура есть фактура, да. То есть или ты большой, красивый, или маленький, в общем, какой есть. То есть, если я не ошибаюсь, вам в «Пиковой даме» досталась роль графини, правильно? Возрастной персонаж. Да. Как справились? Очень интересно было. Никита Гриншпун приехал к нам, и вот мне рассказали, что будет «Пиковой дамы», и я сказала, ну, фу, ну вот опять что-нибудь типа «Голубой героини» будет. Наверное, все-таки это будет неинтересно. И вдруг мне говорят «Графиня», то есть это 87 лет, а я играю в этом же театре, значит, 13-летнюю девочку в Владимирской площади. Сколько дней у вас гримировали? Нет, это же не кино. О, то есть из 13 в 87. Да. Вот это да. Мы работали с педагогом по речи, чтобы понизить голос, чтобы было понятно, откуда это берется, да, кроме характера. Было очень занятно, интересно, потому что я, в общем, шустрый человек, а здесь чуть-чуть все по-другому. Что-нибудь по-графински. По-графински? Тебя интересует кухонный предмет или происхождение? Потому что по-графински. Я, слава богу, не картавлю. Нормально. Пробрало, Михаил, по-графински тебя. Вот это я называю по-графински. Да, почувствовал силу графина. Очень много, кстати, в этой профессии, опять же, нужно знать, уметь. То есть, кроме того, что у меня танцевальное прошлое, да, музыкальная школа, то есть, нужно и сейчас особенно, вот, когда ставится музыкл. Он сейчас будет просить танцевать. Нужно иметь представление, да, о вокале, то есть, и в том числе, вот, конечно, хорошо как-то ориентироваться, вот, быть мобильным во многих направлениях. Вообще для вас сложная эта роль была? Ой, мне очень понравился подход, вообще сама концепция, потому что мы сделали все наоборот, ну, то есть, режиссер, хотя это можно назвать творческой работой совместной, да, мы вместе вот копались со всеми, кто участвовал в Пушкине, в разных его произведениях, и в том числе, значит, в этом материале, графиня, она репетирует собственные похороны. Бесконечные, это ее любимое занятие, ну, вот, чем она живет сейчас, потому что это тоже определенный крест ее, вот она, ну, вот живет и живет, вот, и никак не помрет, потому что всех извела вокруг, и вот они ее переносят, вот на руках меня сначала полспектакля носят, я в парике, в специальном гриме, а потом, когда происходит убийство, да, так скажем, смерть, возникает молодая девушка, то есть, я, наконец, ну, становлюсь, как я, издалека еще ничего, и вот как душа, которая вырвалась, да, и может хохотать, да, спасибо. Вот подхалим, он просто вам театр очень хочет. Приходите, мы очень хорошо встретились. Да какой, он хочет актером быть в вашем театре, его все не берут. Послушайте, вот еще одна из проблем, между прочим, да, вот девочек-то полно приходит, берут все. Нехватка кадров. Возьмите талантливый молодой человек, может и графин сыграть, и графиню, что хотите. Да, универсальный. Универсальный артист. Ну, если бы я брала в театр, я бы, конечно, и взяла. Забывали ли когда-нибудь на сцене текст? Да. Как? Что делать? Это ужасно было. Мы однажды, в моей первой профессиональной работе, спектакль «Овечка», где текст должен был идти без пауз, в ритме, под музыку. То есть, кто-то бит там? И в движении. То есть, Гедемина Сторанда, мой партнер, спасибо ему большое. Так же, как и Чурикова Инна Михайловна, мои первые вот университеты. Это был третий курс. Он меня, грубо говоря, крутит с руки на руку, там что-то такое, через голову, еще куда-то. И вдруг я понимаю, что текста нет у меня в голове. И Гедемина спрашивает, может, ты хочешь сказать... Ну, помогает мне, мою реплику говорит за меня. Ты хочешь сказать трам-пам-пам? Он в другую сторону. А, вот это вот. И, опять же, вот, как говорится, ну, открой это, да, то есть, прими это, не нервничай, не уже не переживай, отпусти, да. И когда я себя сказала, ну, вот так есть, и все, и текст пришел. А я забыла текст. Да, ты всегда уже думаешь. Что нужно говорить? Ну, дорогие друзья, как ты там говоришь, любите Пермский театр, любите, ходите в театр. Напоминаю, что у нас в гостях была Ирина Максимкина, заслуженная артистка Российской Федерации, ведущая актриса Пермского академического театра. Спасибо. Спасибо.